Navi Gaming представляет Эксклюзивно от Navi Gaming Шоу Стоп Циберспорт с Эриком Цтли Аудио интервью с киберспортсменами и деятелями киберспорта А вне киберспортивной жизни www.navi.gg Привет-привет! Всем нечасто у нас на шоу бывают гости, которые уже отошли от дела, оставили киберспорт и нашли свое призвание в каких-то других областях, но сегодня именно такой случай, поскольку мой гость Ксенитрон, в КС он играл около 8 лет, он также участвовал в именитых коллективах, например, в свое время играл в ВП, так что обо всем этом мы, разумеется, поговорим. Ну что ж, Ксенитрон, привет! Как жизнь? Привет, все нормально, жив-здоров, готов к труду и обороне. Если обо всем по порядку, скажи, как тебя вообще затянуло в КС? Как уже развивались тогда события? Ну, затянуло, как и всех. Друзья позвали в компьютерный клуб, я нашел это очень интересно, пришел и сразу втянулся в атмосферу. Я дома играл в игры, но я не знал, что можно соревноваться с другими людьми реальными, потому что в играх все очень предопределено, детерминировано то, что есть компьютер, ты его можешь обыграть, ты проходишь синглплеер, доходишь до последнего босса, запоминаешь, что он делает, и просто противодействием применяешь подстройки и побеждаешь его. Ну а здесь человеческий разум, он непредсказуем, люди мыслят все по-разному, и ты постоянно развиваешься, играя с реальными оппонентами. Мы начали играть с друзьями, я начал посещать это место все больше и больше, это был один из первых компьютерных клубов GameCity, всего было их три в Москве, Орки и Арена, вот там я попал в коллектив, сначала там познакомился с ребятами, там из каких-то там команд, мы начали вместе играть, постепенно я играл лучше и лучше, и даже вот со своими школьными друзьями, там я разошелся дорогами, потому что я пошел дальше, вот там попадать в новые команды, то есть тогда было время интересное, мне было лет, не знаю, 14, наверное, а были ребята, кому 16, 18, то есть вы сами помните себя в таком возрасте, когда там старшеклассники или ребята старше тебя по возрасту дают тебе дань уважения, ты так поднимаешься перед собой в глазах, думаешь, да, вот я такой авторитет, да, там типа этот парень меня зауважал, там я из третьего класса, он из пятого, теперь мы дружим с ним вообще, там приходишь в школу и перед своими сверстниками выглядишь прям таким продвинутым молодым человеком, вот это, конечно, все интересно, но у меня не было никогда гордыни, тщеславия на эту тему, потому что мне нравилась только сама игра, то есть у меня были интересы чисто игровые, то есть мне не хотелось там доказать кому-то или что-то себе доказать, я просто играл, потому что меня увлекала сама атмосфера, вот эта игровая, вот это очень важно, я считаю, что в наше время многие выбирают неправильную дорогу. Какие первые коллективы ты мог бы припомнить? Ну, называя имена, я думаю, что это мало, что даст нашим слушателям, просто плюс, если я назову кого-то, да, там друзей каких-то, с которыми я общаюсь в наше время, там, я могу кого-то забыть, и меня потом не простят, вот, поэтому были там определенные ребята, они играли в Quake, там, потом в StarCraft, ну, у нас была команда там, МДК, вот, и были все друзьями, то есть, и вот этот уровень друзья и профессиональные отношения, он, конечно, сильно отличался, то есть кто хотел развиваться дальше, шел как-то вперед, то есть независимо от того, что мы были друзьями, я переходил на следующий уровень, потому что мне нравилась сама игра, я, честно говоря, даже не думал об этом, то, что вот мы друзья, там нужно быть вместе, я просто, ну, шел вперед, к своей мечте, так сказать, к мечте, чтобы сыграть с лучшими. Ну, и можно сказать, ты играл с лучшими, да? Ну, да, безусловно, я поиграл с самыми лучшими своего времени игроками, вот, и получил массу, конечно, опыта, впечатлений, то, собственно, ради чего мы живем. Какие коллективы, например, существуют по сей день, в которых ты принимал участие? Безусловно, существует коллектив Virtus.pro, правда, этот коллектив, я не сказал бы, что был самым мне близким, потому что против него я всегда боролся, это уже на закате карьер, я пошел в Virtus.pro, мне сделали предложение, от которого сложно казаться, вот, но и параллельно с этим коллективом я играл в покер уже, у меня было становление, как профессионального игрока в эту азартную игру, и, соответственно, более близким для меня коллектив всегда был это Forza. И все, да? Да, и Forza, к сожалению, в наше время не существует, потому что команда распалась, соответственно, не было там, видимо, спонсоров, менеджмента, или каких-то людей, кто хотел бы возродить это ими, продолжить, в отличие от Virtus.pro. Но это решение, могу сказать, руководителя Virtus.pro, настоящего Антона Снега, то, что он решил возродить этот коллектив. Хотя этому решению я удивился, потому что мы с ним всегда боролись против этой команды, и спустя много лет он выбрал именно команду соперника, вот, как более удобное для маркетинга, для продажи имя. Я не согласен с его решением, но я могу его понять. То есть он оказался недостаточно принципиальным? Ну, здесь сложно подобрать слово, то есть, понимаете, вы вот создаете какую-то команду, верите во что-то, какие-то ценности, да, в жизни существуют, и потом вы меняете это восприятие мира на то, что более удобно и реалистично. Возможно, это имеет смысл, потому что, ну, команда Virtus.pro, там, молодые ребята, там, благодаря всему этому пути, по которому он прошел, получают, там, деньги за игру, там, какую-то поддержку материальную, что в наше время было редкостью, и поэтому они вот счастливы, благодаря этому, может быть, пути не совсем мне понятному. Так что везде есть своя правда. А какой момент или какое событие оставило в твоей памяти самые теплые, самые яркие воспоминания? Теплые, яркие воспоминания, знаете, это самые прекрасные моменты в игре были, когда ты играешь в команде, и твоя команда выигрывает, и смотреть, как радуются твои тиммейты, как они отмечают победу, вот радость близких тебе людей, это самые непередаваемые эмоции, настоящая, искренняя радость. То есть я всегда радовался за других. Для себя лично. Ну что я могу сказать? У меня не было такого, чтобы я прям гордился какими-то своими достижениями. Я был рад моментам, когда лично другие игроки достаточно высокого уровня высказывали свое уважение мне. Вот это было несколько моментов в жизни. Во-первых, это было совсем на расцвете карьеры, когда авторитетные для меня уже взрослые, ну там, то есть по 17-18 лет ребята, вот, они говорили, что вообще я молодец, что я так круто играю, там, типа, то, что я прям... Ну я не могу это передать, потому что, знаете, вот что я сейчас скажу, будет как гордыня, какой-то тщеславия. Я попытаюсь это сказать, как было на самом деле. То есть, вот команда М-19 в шутку приезжает с Кореей с золотыми медалями, и, ну, ради развлечения встают в круг, там, на колени, типа, молятся на меня, как на Бога. Типа, это люди, которые выиграли чемпионат мира просто, а я тогда был, ну, типа, играл, ну реально очень у меня все получалось, прям чудеса творил в игре, то есть на голову выше, чем все остальные, там, в 2002-2003 году. Вот, и прям, мне очень приятно было. Это шутка такая, да, вот они выиграли, я туда не поехал, они чемпионы, я там просто игрок, там, любитель. Вот, но это было очень приятно. Потом, еще были моменты, когда мы обыграли 3D в Париже, бывших чемпионов мира, нас все, про нас все говорили, что мы играем нечестно, мы принимаем таблетки, там, то, что мы творим чудеса, такого не бывает. Ну, и моменты были с командой SK, когда сам Потти после СВЦ подошел и спросил, на какой я играю мышки и коврики, то есть я не понимаю вообще этого вопроса, то есть для меня это было как космос, как будто я попал на другую планету, на Марс, там, то есть я не мог ожидать таких моментов в жизни, они, конечно, передали такие впечатления, прям, которые, да, вот в выборочную память попали и все, навсегда. То есть ради этого стоило играть, ради этого стоит жить. И вот люди, которые сейчас, вот честно говоря, занимаются какими-то другими видами деятельности, может быть, не очень продвинутыми, то есть, знаете, там, не стали там олигархами, там, успешными бизнесменами, вот мы сидим на кухне, там, за стаканом, да, и вот говорим про жизнь, там, и кто-то вот вспоминает какую-то тему с киберспорта и говорит, знаешь, я ни о чем не пожалел, что было в киберспорте, я, может, там, немного сейчас в жизни добился, но эти эмоции, эти впечатления, конечно, они были навсегда. Потому что, ну вот, кто еще мог в 16 лет, там, бесплатно покататься по миру, побывать там три раза в Париже, во Франции, в Южной Корее, там, в других странах Европы, там, не только, и кто мог это все получить просто потому, что тебе нравится игра? Скажи, а бывали в те времена случаи, что кто-то использовал допинг, например, там, амфетамин? Очень много слухов проходило на эти темы, ну, кто-то что-то использовал, но, честно говоря, даже если ребята это использовали, это было как эффект плацебо, то есть, они просто верили в себя. они могли так же это стиральный порошок понюхать, мне кажется, и такой же эффект был бы просто, это вера в себя просто, не более того. Ну, тем не менее, действие того же амфетамина хорошо излучено. Я вот, честно говоря, я не пробовал, я не знаю, короче, потому что у меня и так, меня постоянно штырят, у меня зрачки большие, мне говорят, что я так под наркотиками, вот, поэтому я не пью кофе никогда и так далее, а так-то, ну, наверное, да, типа, если люди есть, которые пьют кофе, и на них это действует, то я могу их понять, и, наверное, да, есть положительные эмоции. Но знаете, в киберспорте очень важен баланс, то есть нельзя быть очень заведенным, нужно спокойствие, вот эта гармония, то есть нужно собраться на какие-то моменты, выложиться, выбежать там, дать втроим в голову, да, и в тот же момент, там, в следующем раунде нужно сидеть и ждать, когда выйдет оппонент, и вот, чтобы рука не дрогнула, убить его, да, то есть это, это как в самом сложном виде спорта, наверное, не знаю, с чем сравнить, вы знаете, это вот взять пятиборья, там, да, там этот триатлон, там, когда с лыжами бегут, там люди, да, с винтовками, да, там они сначала бегут, а потом им надо стрелять, и что, им что, сложно попасть по цели? Нет, дело не в этом, дело в психологии, просто сложно сконцентрироваться, успокоиться, и делать то, что ты сделал уже много раз, это как удар по мячу с 11 метров, пенальти, то же самое, что там, кто-то поворотом промажет на тренировке, да никогда, в этом все дело. А бывает, что ты ностальгируешь по блэм временам? Честно говоря, нет, потому что у меня есть друзья, и большинство, вот, с кем мне было интересно играть, общаться, я общаюсь в настоящее время, то есть я могу ностальгировать по людям, но не по игре, от игры я получил максимум, как бы игра, все, она, ну, прошло ее время, я могу это понять, а с ребятами я общаюсь, это самое главное, то, что мне киберспорт дал много друзей. А пока ты еще был несовершеннолетним, как к твоим увлечениям относились близкие? Да, тогда были 90 или какие там годы, там, 2000-е, там, родители были заняты другим, вот, я играл, играл, там, у меня получалось, там, они узнали, что там, могу покататься по миру, там, бесплатно, ну, молодец, там, плюс, ну, родители даже следили, у меня, например, папа был на финале, даже, НПКЛ, кинотеатре Мирта, туда пришли много моих друзей, знакомых, там, то есть, ну, болели за меня, мы там победили, благодаря вот их поддержке, возможно, во многом, вот, и, относились нейтрально, одним словом, на самом деле, конечно, это влияло, негативно, там, на учебу, там, и так далее, но про образование в нашей стране можно и не разговаривать, это понятно. Знаете, это как везти там в Google, есть такая шутка, там, типа, нужно ли, там, вот, ты вводишь в Google, и там выдает, нужно ли, нужно больше золота, нужно построить зигурат, а третьим, нужно ли высшее образование, вот так вот, так и... Всего лишь третье место. Правда, да, всего лишь третье место. Не, золото, понятно, на первую. То есть, получается, все-таки, сказалось как-то на твоей успеваемости увлечение киберспортом да безусловно конечно же сказалось ну как это можете сказаться я ты в жизни можешь отдаваться только одному делу ну если ты хочешь что-то добиться или любить его вот прям по-настоящему то есть ты должен делать выбор не надо пытаться там закончить там школу там на отлично там да и вот играть параллельно в игры то есть и сказать я все успею я могу там это неправда это ты должен прям вовсе быть в одном самом лучшем там или ты везде любитель смысл быть любителем нету страсти к жизни знаете вот нужно познавать эту глубину всего какого-то одного дела можно развиваться в шире они в глубь развития в шире да можно конечно но я я считаю что это неправильно развитие шире это очень на самом деле такое размытое понятие развития шире не будет ну на но тем не менее какие науки тебя интересовали пока ты учился в школе в школе меня интересовали тактики в игре я вот брал тетрадку рисовал ну то есть на самом деле что мне у меня были отличные учителя безусловно там меняет все мало интересовало это мне закончил там как-то на четверке школу там ну ладно там типа я ни о чем не жалею ну то есть да у меня была математика тебе серьезная школа там я на самом деле все очень интересная вот у меня там были моменты там не ставили не самые лучшие оценки и говорили вот там экзамен должен решить все нужно чтобы ты его сдал я приходил домой думаю ты блин экзамен что это такое типа открываю учебник учу прям математику там не знаю за восьмой класс прям вот тут все учу там прихожу на контрольную там сколько урок шел 45 минут я за 15 минут все задаю на 5 просто вот я выкладываюсь на полную чтобы доказать самому себе что я могу это вот знаете как вот был такой фильм был такой фильм там грабили банк короче ребят там клайв оуэн играл вот там они грабили банк и никого не убили за это время там не были куклы и его спрашивают а почему вы решили ограбить банк он говорит да потому что я могу я просто себе вызов бросал по жизни вот я могу там типа и вот все на что я вот добивался этого на самом деле все но я могу дальше там сдать эти экзамены на 5 но что мне это даст не что это интересно то есть вот один раз да а дальше дальше нужно видеть вперед свое будущее что ты хочешь на самом деле от жизни ну и насколько я знаю ты после уже продолжил обучение в университете да 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 здесь я закончил могу сказать честно и закончил 4 курса мои то есть я 5 курс просто не учился вот и нету никакого интереса вот то есть прям вот да вот чтобы все знали там это правда то есть получить высшее образование просто не это ничего не дает по жизни я не буду заниматься программированием да там я учился я тоже меня были предметы я теории вероятности и мат статистику сдавал там на 5 баллов схемотехнику там но что мне это даст по жизни то есть что и я не буду работать по специальности то есть для того чтобы получить там получить медаль то есть вот закончить сказать да я закончил типа или рассказать то что есть высшее образование этого там ну это для самоутверждения очень в основном нужно для самоутверждения раз для родителей 2 и теперь первые две вещи я отсекаю у меня самоутверждение это не нужно это вообще это можно отдельно приобретать про это самолюбие могу очень много интересного сказать там просто не кипер спортивные темы вот если будет время вот родители что родители жили в 90-х то есть да у них другое восприятие мира их можно понять там у меня родители там ну там всю жизнь на страну работали до типа вот очень большой вклад сделали там ее развитие там типа вот у меня два деда там прям вот один метро 2 строил другой там редакции правды работал там их привод приглашали в цико работать а люди были очень скромные честно не отказывались много раз то есть от работы в центральном комитете партии вот и они сделали вклад страну я по-своему его тоже сделать сыграть на эту тему я вот играл там там занимался какой-то спортивный так сказать дисциплины будущего но потом я решил что я буду ну заниматься чем-то для себя и возможно если я заработаю много денег я буду вкладывать как ты их с умом но не благотворительность если то хотя бы помогать людям но я понимал что институт и образование на этом периоде времени ничего не даст знаешь некоторые получают образование как бы на всякий случай да я без утром потом конечно же но я уже играл в покер у меня там все было удачно там я профессионально развивался в эту область то есть у меня просто не было времени то есть нужно быть честным перед самим собой как ты думаешь вот склад ума например склонный к гуманитарным или точным наукам как влияет на успех в киберспорте я могу так ответить что важен уровень какой-то математического склада ума то есть это лево полушария за логику отвечает да но безусловно нужно творческое мышление потому что киберспорт это та область деятельности где ты должен принимать решение за определенное количество времени то есть это не дед не детерминированная игра шахматы где ты можешь просчитать ходы там наперед или там уже выучить это очень то есть киберспорте семена случайности как любой азартной игры вот если поговорить проекта на самом деле чтобы все понимали вот различие игры есть не терминированные игры где можно просчитать все шахматы там go условно говоря есть азартная игра типа покера дошла к азартная игра что все знали там вот я думаю нашим слушателям будет интересно то несколько миллионов то что азартная игра это игра где большую часть действия совершать случайность а не игрок что это значит вот возьмем подкидывание монетки это есть азартная игра ты подкидываешь монетку у тебя там вероятность 50 на 50 выпадение одной из сторон вот ты играешь в азартную игру где от тебя вообще ничего не зависит то есть например тот же покер тоже можно сказать азартная игра потому что есть элемент случайности дилер раздает карты на дистанции она может быть не терминированно но это пока не установлено в том плане что не придумали такого нового определения то есть википедии это не прописано пока то есть открытие такого не сделали глобального безусловно покера на дистанции это игра умение навыка но в одной раздаче то есть на небольшой период времени это азартная игра и вот элемент случайности есть в киберспорте то есть где-то его просто больше а где-то меньше а где-то вообще нету не терминированных играх до типа шахмат шашек там да и соответственно где есть элемент случайности ты должен понимать что игра сложнее из того что там нужно творческое мышление но есть она более объемно там вот недавно вышла новость то что то что покер в лимитном халдеме просчитали полностью на компьютерах там в каком-то американском институте один-на-один то есть лимитный халдем там можно прочитать да но более сложные там игры но лимитом прочитать сложнее и смысл в том что творческое мышление она вот дает развиваться как раз в глубину если левое полушария мозга на нас мы четко вот идем последовательно то есть логическая связь от одного к другому там последовательно по ступени по лестнице поднимаемся то творческое мышление дает совсем по-другому посмотреть на вещи то есть как это говорил там до альберт энштейн то что воображение воображение важнее чем знания что воображение охватывает весь мир да и вот уровень мозга он еще неизвестен то есть это вот я много раз изучал эти лекции то есть наша голова она просто она ее возможности безграничны мы даже сам не представляем и это я считаю что большей степени творческое мышление но и нужен должен быть баланс понимать вот нет такого то что между левым правым баланс то что ты логически думаешь и в то же время там новые какие-то вещи придумаешь а вот скажем тебе чем нибудь пришлось пожертвовать ради киберспортивная карьера да хороший вопрос то что а ты а у тебя ничего нет кроме нее то есть вот ты полностью даешь себя игре то есть как это любой там этот те любой спортсмен такой скажет я себя не могу никак еще раз повторю приравнили каким-то грандом мирового спорта в истории но я просто очень много дал игре тоже я могу взять цитаты в наше время есть люди кто не любит цитаты потому что их много где там ты закрываешь социальную сеть там есть люди которых постоянно выкладывают но я пойду на старочку наиболее уместно вставить их и также своими словами сказать это знать как вот интервью было льва яшина предположим да он говорил там знаете вот там он там в конце интервью говорит вот я всю жизнь посвятил футболу всю свою жизнь и вот он смотрит взглядом что ты понимаешь человек полностью отдал с игре вот то есть он вот и это была зона его комфорт то есть это не так что ты жертвуешь не так что ты тебе звонит подруга говорит типа вань помпу гуляем а ты там севсе вы играешь и думаешь блин вот и потом это тебя там совесть коробит как же так там там такая была телочка девушка там да там вот ты не пошел с ней погулять там по весне а ты не думаешь про это думаешь вот там босса надо замочить там это много важнее интереснее там что дальше будет то есть это человек он попадает в зону своего как какого-то интереса комфорта и вот он живет в этой воде то есть как рыба ты падаешь в этот океан и плаваешь у тебя все хорошо там тебе больше ничего не надо в жизни или вот и я с благодарен тому что у меня была такая жизнь или вы знаете был такой гольфист бен хоган тоже музыка там уже своих лет дал интервью и рассказал такую вещь он говорит вот он говорит я вот выходил каждый день там не знаю там триста пятьдесят шесть дней в году вот и играл там играл в гольф да там с утра на этот корт там типа брал клюшку там игрок я грамм потому что произошло это все со мной потому что я вот смотрю на золотую молодежь на вот людей кто родился у них все предрешено то есть у них сформирована жизни в материальном плане то есть у них есть достаток они могут гулять отдыхать да у них до доход выше среднего родители там как-то они знают уже что они пойдут учиться там дорогой институт там то есть вот но это и них и вина то есть в этом нет ничего плохого но он сказал хорошую фразу игры что я понимаю что у этих людей нет вот возможности такой бороться за жизнь бороться за какие-то достижения чего-то добиваться и вот подниматься снизу вверх то что они уже вверху что им делать дальше они могут сам утверждаться то есть там позаниматься каким-то видом деятельность там чтобы быть в массовке но нету такого что у них будет мечта какая-то не к чему стремиться да в этом ты дело а смысл жизни в развитии нужно постоянно развиваться скажи у тебя бывали моменты когда например друзья тебя куда-то звали а ты не мог из-за того что ты вот тренируешься в колесе ну да безусловно были такие моменты но и потом уже со временем друзья стали это тусовка с киберспортом безусловно остались и друзья и со школы и там института но с ними я уже встречался там сам звонил то есть сам как бы искупил свою вину да и не только мне просто интересно было то что как у них жизнь там поддерживаю отношения вот с одноклассниками то есть но стараясь выбираться то есть со всеми всеми там людьми там еще благодаря интернету социальным сетям там тоже это важно но конечно реально общение ничего не заменит учитывая всю твою киберспортивную карьеру чтобы ты мог назвать своим самым значимым достижением достижением в каком плане то есть помиды мне лежишь похоже об этом говорить но вот до чем ты гордишься для меня ну я даже честно говоря не знаю то есть какие-то игры определенному выиграли просто грантов да то есть мы не выиграли чемпионат мира да но вот победа на нпкл было достаточно важным то что мы были в топе формы там и мы вертус про там мы играли целый сезон как это как рфпл лига наша футбольная то же самое то есть играешь сезон потом финале мы встретились даже отдельно были финалы то есть они по турнирам таблицы и победили это на сцене в концертном зале то есть это было очень грандиозное событие так побед было много на самом деле я придавал значение знаете не победам то есть каким-то вот победил ты а каким-то даже моментом моменты были удивительные там уже не раз про них говорили игровые то есть вот мы играли помню выиграли когда один из первых турниров каком-то 2002 году мы играли на манежной площади в этом дека на манежке там значит мы проходили отборочно играли финале с м19 тогда они назывались по миллениум и правил игры были тайм-лимит то есть кто больше наберет раундов за атакующую сторону за террористов а и такая ситуация была что у нас был по моему ничейный счет и нам у нас был последний раунд до конца времени общего там игры то есть там были по 20 минут по моему выделялась за сторону оставалось там буквально там 25 секунд и вот это непередаваемое чувство спорте когда ты появляешься респаунишься и ты знаешь то что ты сейчас побежишь убьешь всю команду это непередаваемое чувство которое я встречал всего несколько раз в жизни особенно в киберспорте то есть это какое-то чувство нирваны ты появляешься заканчивается фристайм ты бежишь и ты просто знаешь где они стоят ты знаешь что ты всех их положишь короче у тебя это получается это просто космос это как наверно месси там обходит нескольких людей творить чудеса вот вот эти чувства они вот эти моменты они запомнились навсегда и вот говоря про это хотелось бы поговорить про современные дисциплины там и киберспортивные да ты следишь за развитием событий я в этом году вообще мало следил то есть я по доте с друзьями редко играют там вот слежу за интернешнл на только за топами сами турнирами то есть я смотрел позапрошлом году до интернешнл когда победила команда альянс верно да вот и в прошлом году то есть ну по уровню интереса конечно же когда побеждают китайцы которые как машины идут по всем оппонентам то есть как бавария не знают ну то есть даже менее интересная то есть для зрителей конечно все будут смотреть и смотрят там но вы сами знаете тоже за них не болеют почему потому что их игра она очень однообразно вот что вот какой момент я привел и что было например на позапрошлом если вот люди рассмотрели финал и 2 многие альянс когда играли с нами то есть вот вот эти моменты типа когда альянс на ли там последняя карта то есть вот это чудеса это на самом деле вот я не знаю как мир устроена почему такие вещи происходят прям сам последних играх может быть это наше восприятие может быть нечто большее то есть вот представьте то что до вспомнить игру когда наведут пациенту вроде все предрешено альянс делаю два сплит пуша с один на фурионе другой по моему на этом светлячке вот ло и когда сильнее вот атакующая сила безусловно у нави они могут закончить игру до трона дойти и они понимают что нужно нужно лучше отойти может быть да они посчитали что они смогут более сэйф мод сыграть то есть более сохранить свой результат уверенным отойти назад и защитить свою базу и просто гениальный абсолютно ход из for прыгает с даггера на там четверых пятерых и сбивает им телепорт ультимейтом но просто это те моменты вот спорте в киберспорте ради которых стоит вообще жить играть там и вот в это в этом есть смысл всего то есть это это настолько ты на это смотришь и просто ты вот чувствуешь какую-то силу то что есть ради чего жить на самом деле вот и вот что я хотел сказать вот про современная дисциплина да вот хочется такого больше вот чем мне нравится честно говоря вот dota я не знаю что сейчас у меня полетит да но я считаю что она хорошая игра безусловно то есть как дисциплина и придумали вообще очень круто то есть как вы придумали counter-strike был мод half-life там гусман и клифф два друга какие-то программисты взяли там посмотрели на мир там есть две противоборствующие страны вообще вот любой игры все делится на две стороны там да есть есть тот кто там есть одна страна другая есть кто-то ведет игру жертву там кто-то подстраивается на ту же дальше по теории игр есть две страны а какие самые реалистичные они взяли соответственно силы света и силы зла то есть контртеррористов то есть полицию и террористов вот придумали всем понравилось зрителям понравилось игрокам значит игра вышла свет там получил игру окружительный успех и вот dota по сути дела тоже то есть взяли карту пять на пять командный бой со смены сторон называется официально значит играем команда игра она зри она очень интересно почему команд начнем с того почему командные игры вообще более интересно потому что есть вариативное взаимодействие людей то есть люди между собой там строят командную игру тимплей да да вот но в чем например counter-strike отличался от современного counter-strike почему не прижился source понимаете то что игра должна быть простой а глубина в ней должна быть такой что ты можешь использовать свои физические возможности на полную чего пока не хватает киберспорта почему он придет со временем я думаю вот есть футбол есть мяч ворота все просто да ты бежишь в тебя есть вроде правилам может играть каждый до до него и вот смысл в том что в этих простых правилах ты можешь увидеть огромную глубину ты можешь обвести двоих-троих ты может быть месси и вроде как а что он делает как он это делает ну ты может быть там роналдо не знаю ну-ка я чтобы да не разделяться тому может быть есть читатели там других и футболистов роналду нам или или ноер там в этом году да там кто почти как яшин там весь год провел там да и вот они творят чудеса потому что они используют свои навыки себя в этой игре таких играх как вот давайте про почему source не прижился слишком много лишнего объектов то есть вот это детализация там разные кусты там какие-то там фиалки цветут там они просто отвлекая глаз зрителям это нужно конечно же чтобы приблизить реализм то есть counter-strike он был интересен даже когда играли с команды пикми прописывали стены сглаживали играли потому что там и так было время случайности ты спреешь ты контролируешь спрей как бы чем лучше тем лучше ты играешь то есть вот это это ты на уровне там какой-то глубины физиологии открываешь себе асур стал сложнее в плане детализации очень много объектов лишние не отвлекают там физика изменилась там безусловно это тоже хорошая игра но на другая потом она в конца гол перешла там сейчас выходит много патчей я в нем мало играл безусловно и сделать лучше да но взять предположим дотом в чем кардинальное отличие между этими играми дота дота это как бы более стратегическая игра зажатая числа что это значит вот но мое восприятие я думаю что я попробую передать максимально просто это то что нигде не прописано я не читал подобных статей у тебя есть характеристики героя которых зажаты твои физические возможности ты не можешь из них выбросы у тебя есть безусловно три спала один ультимейт да ты можешь четко знать математику что где там на уровне подсознания высчитывать уже наперед ходы но ты не можешь прыгнуть выше своей головы ты не можешь там сделать дабл джамп роки джамп и зажат в эти рамки чем нравится дота вариативностью там бесчисленное количество героев много всего нового человек так устроен что он стремится к всегда к новому то есть ты тебе нравится вишневый сок ты так хочешь сильно ты вот его купил пи пьешь пьешь ты выпьешь три пакета я тебя от него тошнит будет тебе нравится постоянно новые так человек устроен к развитию склонен вот и вот ты развиваешься развиваешься и вот в доте просто мы не можем насытиться вот этой вариативностью героев много много разных вариантов много всего вот и пока это всем нравится значит этот момент он конечно же хорош но его минус в чем в том что пока игра очень неизведанно не открыто то есть оптимальная стратегия героя связки до них далеко это раз-два еще раз но самый главный момент ты можешь сотворить какие-то чудеса но не такого прям уровня да там вот то есть не вниз такой частотой что ты не можешь выбежать там дать там крайне в голову в какой-то невероятной ситуации ты можешь сделать какой-то ход так прям такой умный очень но он не будет так прям вот выделяться на уровне других видов спорта далее проблема баланса это вечная проблема стратегических игр постоянно нерв бустом героев идет то есть что это такое то есть вот я играю в игру мне нравится герой я там изучил понятное дело что если я профессионал игрок не не должен нравится кого-то один герой а там должен играть на каком-то ряде героев да но меняется его статистика почему а почему изменили так а почему был баланс а почему этого героя поменяли пять раз этого бустанули этого по нерфили а кто все это решает математика зарыта невероятно сложная в игру и проблема в том что на самом деле даже разработчики не знают в чем баланс какой-нибудь starcraft дядь да там типа тоже были балансировки там какие-то изменения но давать в этих играх в этих играх все-таки скилл человека он приз превосходил вот эти изменения в балансе то есть там были прям вот видно что какие-то гранды мировые там и вот эти детали вот в этих числах изменения и не делали погоды об доте прямо слишком резки вот эти изменения идут из того что пока игра не известно слишком глубина слишком широта широка математика от dota эта игра как-то развивается в ширине губ то есть вот если взять такую сложную аналогию вот этот вот этого высказывания и я вижу такое будущее от игры а то что будут выходить новой версии и там больше дадут возможность человеку делать больше действий то есть предположим ты сможешь передвигаться там помимо того что тебя будут сплыть и сможешь больше как бы брать на себя возможность действий от как спортсмен физиологических каких-то движений понимаешь да ну вот это была бы идеальная игра идеальная дисциплина которая произошла бы даже многие виды спорта если не все потому что по сути дела если совместить безграничные возможности воображения там вот этого виртуального мира и реального то я думаю что можно создать некую дисциплину там которая будет интереснее футболом скажи а вот если бы в твои времена были такие призовые как сейчас ты бы остался если бы игры не менялись то я думаю остался на новые игры бы я бы не переходил просто причина еще выхода из киберспорта было немного не призовых конечно же нет безусловно то есть призовых не туда там нам рассказывали сказки про менеджеров там про это мне не раз было сказано мы играли просто за идею то что в настоящее время очень многие приходят киберспорт из-за того что там есть призовые а ты не будешь чемпионом понимаешь ты не будешь с великим игроком если ты думаешь про деньги не про игру то есть если не нравится игра ты играешь там и изучаешь там потому что ты можешь там профессионально играть и зарабатывать это все не то это ты ты не лучший игрок на планете как бы в перспективе мечтах так вот дел это было поймем призовых еще в том что я играл в командную игру и я уже со временем устал играть в командную игру потому что не все зависит от меня от команды то есть я не играл в дуэльной дисциплины до этого с покер я смог реализовать свои навыки какие-то личные качества больше и сложность еще в том что в россии все мы воспитаны по-другому нас другой менталитет поэтому сложнее было сделать команду сильно отличались все люди по восприятию мира по каким-то нравственным устоям и вот сделать такую идеальную команду там типа сбалансированную точнее сбалансированную сам правильное слово типа m19 то есть не получится ты можешь набрать all stars все будет гордыни тщеславия все хотят быть лучше друг друга там поменять состав там но это все не то то есть и поэтому еще момент был такой что команда игра это очень сложная как бы сложный климат такой микроклиматом атмосфера вот может посмотреть сколько там команда меняется да там составами постоянно просто так все я так понял ты очень ценишь своих друзей поэтому скажи с кем вот например из нынешних киберспортсменов или уже из тех кто не киберспортсмен ты поддерживаешь связь я общаюсь хорошо с флаттера и с братком потом даже вот с людьми с кем я начинал играть монстром конвером то есть с очень большим так сказать диапазоном по времени ну как и с последними людьми с кем я заканчивал так с совсем олдскульными старыми бойцами гвардии скажи в целом какие качества ты ценишь в близких тебе людях ну доброта и честность на самом деле все измеряется все измеряется стадиями самолюбия человека человек должен дать в балансе своим эго до то что человек должен больше отдавать чем забирать и вот если другой человек также отдает там то вы балансе так скажем с планеты там природы там но это у меня такие взгляды на мир просто очень многие люди имеют завышено самолюбие гордыню а как известно по одной из сказки в библии был создан такой ангел несущий свет люцифер и потом он был наказан архангелом михаилом за свое тщеславие гордыни он хотел быть лучше бога это хорошая аналогия этой сказки переходит на жизнь то что многие люди очень ставить себя выше других необоснованно то есть они хотят быть лучше других потому что их эго берет вверх там какие-то комплексы вот и вот это самая большая ошибка по жизни я у меня таких людей в моем окружении нету хотя я хорошо их знаю я просто изучал и психологии на эту тему много было интересно в жизни но просто да не киберспортивная тематика вот безусловно может быть когда-нибудь я расскажу про это все нет у нас яма дачи ничем не ограничена я могу сказать что очень важно вот это тоже для киберспорта для команды именно вот кстати для дуэльных дисциплин наверное вот это завышенное эго она есть неплохо нехорошо она наоборот подталкивает человека к тому что нужно развиваться там бороться бросать вызов ну например в покере она вообще это это неправильно потому что его не дает тебе рациональной мысли там ты делаешь ошибочные действия а вот в командных дисциплин в киберспорте важно конечно усмирить его и быть балансе с тем что ты делаешь говоришь там вот не ошибаться то есть не ставить себя выше других и вот создать такую команду чтобы все понимали ради чего они играют там шли к одной цели это очень сложно скажи ты человек верующий я скажем так я верю в то что я сам себе придумал человек безусловно должен во что-то верить то есть верить какие-то вещи которые выше тебя вот как какие-то светлые вещи причем потому что ну знаете как вот ну нет на самом деле не света не тьмы ну условно говоря вот если интересно за тема вот был отличный сериал в этом году там или в прошлом настоящий детектив там вот посмотрите обязательно кто не видел там все свелось к тому что это не кроники спойлеров потому что вот есть да там две стороны как и вот в спорте там в игре там ты оппонент и вот нету света и тьмы также двух сторон в мире есть просто 10 а есть это просто создание и отсутствие создания со стагнация просто вот цель нашего мира нас вообще всех что-то постоянно создавать развиваться делать научное открытие там и это нужно делать с таким правилам что должен как бы что-то додавать дарить хорошие ближнему своему то есть не стараться то есть быть лучше кого-то если это не на правилах игры потому что правила жизни они жизни это просто очень сложная игра на самом деле если провести аналогию у нее есть тоже свои правила там часть какая-то прописано в библии там но умные люди все это придумали и безусловно есть уровень развития выше над нами который стоит вот но я считаю что это уровень развития он знаете вот если очень как-то так забавно посмотреть на все это он передает но станет частью случайности да это как говорил тоже энштейн там случайность это способ бога оставаться анонимным и вот даже вот в киберспорте я не могу объяснить моменты когда я прям у меня все получалось и отворил чудеса вот так задуматься я и как эти события блин следовали моей вере моему подсознанию что такое происходило это просто невероятно то есть вот этот посыл развития какого-то веры в себя вот есть нечто что над нами что нам помогает и верит нужно в то что ты сам себе придумаешь но это должно быть светлое нечто верит надо в себя в близких там ну и может быть какие-то уровни развития просто смысл то в том что есть просто природа планета да вот мы есть там есть камень там какие-то там животные растения там есть человек есть что-то над ним это не знаем как это с нами за на действие через случайности если ты делаешь хорошие дела как бы случайности те благоволят ну вот картинка такова перед моими глазами вот и нужно просто верить себя и развиваться постоянно а ты веришь в предназначение а просто если верить предназначение получается что от тебя ничего зависит просто это как бы блокирует твою способность как-то развиваться думать мне кажется что значит предназначение то есть ты когда твоя жизнь должна быть такая что ты не знаешь что будет то есть и нет значения вот эта вера вот это вот какая-то фанатская во что-то она же тоже неправильно то есть ты должен понимать почему и во что ты веришь то есть вот нет верить в религию как многие люди верят в религии в разные да там типа бог там все дела в религиях есть хорошие эти свод правил там то есть этих грехов там то что тщеславия гордыня там умение там это же все очень плохо на самом деле это имеет все смысл но этому надо следовать там относительно но и понимать зачем почему ты этому следуешь я как-то дошел сам до всего этого то что например умение это плохо условно говоря да вот то что вот ничего не делать прокрастинаться сидеть до дома там кликать там по фейсбуку там обновлять странички там смотреть картинки там читать эти бесчисленные цитаты там но это не имеет смысла просто надо но что-то делать должен быть какой-то баланс в жизни между досугом там отдыхом работы вот это самое сложное баланс самое главное слово ты любишь что-нибудь почитать на досуге скажу честно чтение нет времени я у меня много книг скачано букмейте вот сейчас последнее что это день шакала вот все пытаюсь прочитать вот такая книжка там про наемного киллера ну что-то такое нестандартно художественного до художественного времени нет если не художество у меня есть друг он не накидал здесь лекции ричарда фейнмана очень интересно сами мужик советую почитать там есть и увлекательные лекции там а кто это книжки это это американский этих вот и прям очень классными взгляды на мир там вообще на существование человека но опять же я сейчас покерном режиме попробую в этом году свои силы буду больше играть там посмотрим что получится бросайся вызов потому что в прошлом году и не так много играл я летом лето провел вообще там на кипре играл против казино очень увлекательный опыт жизни получил массу впечатлений и познакомился с новыми людьми и теперь хочу больше уделить время покеру халдема потому что ну в жизни не хватает иногда вот такого вызова самому себе вот кто что что давал киберспорт то есть ты постоянно боролся самим собой то есть вот ты ходила чего добиться ставился перед собой цели то есть не было цель там обыграть вот его там кого-то там определенного то есть была была цель просто вот показать максимум что ты можешь перед самим собой и чем сильнее был соперник тем было интереснее с ним бороться я приходил в клуб вот знаете я приходил в клуб и мне было интересно кто здесь что есть вон приехали ребята такие по 20 по 22 года вы вообще серьезные такие мужики там в кожаных куртках там давайте сейчас я с вами сыграю я уже сейчас проплачу время да пустите меня вот я прям сяду давайте быстрее 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 получаем мышку митсуми там да да все готов вперед и вот я могу еще рассказать интересно нас есть вообще время да 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 еще есть вот если провести аналогию с тем что было из тем что я сейчас киберспорт я могу сказать что мое время был уж типа о я там играл там типа вот вот былые времена это все так говорят потому что все люди ностальгируют потому что было типа типа вот там у всех остались в эти положительные впечатления а а дело вот что я хочу провести знаете что было лучше объективно и чего не хватает и как это будет развиваться я не знаю что то время была загадка была тайна вот я сейчас проведу интересный пример аналогию сходу с онлайн играми есть игра world warcraft предположим ну все нам знают там вообще даже кто не играл в онлайн игры знает концепцию то есть 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 группа людей как как команда даже переход переходящая в рейд большую команду там из 25 40 человек вот они собираются учат стратегии идут на какого-то босса в подземелье там был бокс босс такой оникси дракон и вот я в свое время там пару месяцев уделил игре пару месяцев чисто игрового времени уделил игре вот world of warcraft меня затянул в этот мир безусловно мир который как я считаю мимо жизни тоже дал свои впечатления но несравнимые потому что виртуальность все-таки это ограниченная область пребывания и вот мы идем в эту пещеру мы не знаем что там мы не знаем что делает оникси и и и там приемы в она такая огромная прорисована красивая она кидает эти фаерболы в нас мы мы с ней боремся там по терпим поражение там изучаем стратегии общаемся там у нас команда игра мы и убиваем там этого дракона мы не знаем что из него выпадет всем интересно то есть вот это тайна и загадка что было то есть а сейчас ты заходишь в базу данных и смотришь вероятность выпадения там по процентам 0 0 0 0 5 процент выпадает там предложим iron фой там да и в чем интерес а человек он так устроен ему нравится эта тайная загадка ему хочет рига делать да вот эти исследования открывать что-то новое и вот мы тогда сидим в копирном клубе играем game city нам говорят там вот в этом клубе там ребята прожили на деньги играть там мы собираемся едем в этот клуб там ни разу там не были там идем по каким-то неизвестным нам улицам приходим там новое все то есть новые какие-то оппоненты мы с ними играем за как они играют то есть и вот там по утрам если найти изучили весь метрополитен кто-то даже было порядка 500 клубов в москве да везде эти были локальные сети потому что но оптоволокно с интернетом был не популярна тогда и вот мы если по чемпионатам прям все турнир выигрывали там и приезжали на какие-то последние станции метро спрашивали воскресенье утром там у бабушек да там где находится компьютер клуб spider там вот ну они такие на наркоманы да ну ладно вот туда вот вот идем такие вот они вот они приехали боги игры и вот в этом был интерес а в настоящее время все очень через интернет идет так все все знают и как-то нету нету вот этой загадки вот чего-то не хватает я просто лежит со стороны но тем не менее как ты считаешь каково будущее у киберспорта ну будущее светлое нет он будет развиваться безусловно просто дисциплины сейчас видите как было были дисциплины простые такие понятные сейчас они более сложные потому что зрители нужно заманить вот это вся опять же это все вариативность то есть dota много героев теперь еще шмотки продают шмотки разные всем нравится всему всем хочется новое это там как женщина идет там не хочешь новое платье потому что человек стремится ко всему новому да там и здесь нужно купить там новые шмотки новые героя новые спилы измене баланса вот и это затянуло как игроков как и жуальных там профессионалов а нет как и жуальных профессионалов затянуло то что призовые фонды возросли а призовые фонды взросли потому что соответственно к жалов появилось больше вот этот водоворот короче если последовательно раскладывать то что начали продавать шмотки призовые фонды начали увеличиваться как бы видеокарточки начали более востребованы то что графика возросла и вот сейчас киберспорта к уровне что нужно затянуть туда зрителей плюс произойдет смена поколений то есть сейчас он например мне будет там прибором 40 да там типа 50 там я может все равно буду следить за какими-то дисциплинами так ну ради интереса я не знаю что со мной будет да вот потому что я был уже там а ну люди которые в 90-х там были там все им это все не интересно и безусловно киберспорту нужно более интересные дисциплины то есть какие-то более сложные или и в то же время простые чтобы человек мог использовать больше физических навыков вот а не большую часть брал компьютер знаете вот я когда в институте учился я продлевал сессию по киберспорту и мне там как-то ну не продлевали я приносил свои кубки там мои кубки стоят часы на спорт кафедре на кафедре я учился я учился просто на очень сложный кафедр то есть я бы мог закончить более легкую там сто процентов у меня было три три выбора то есть я мог пойти я закончил да точнее учился в мои я мог пойти на первую кафедру работать боинге там у меня была прям группы там работали родственники там тети вот мог попойти на 8 факультет там киберн кибернетики там там тоже были знакомы но я пошел на 3 компьютерное там программирование так все вроде он был нелегким он был там по сложности перед восьмым значит из 8 и соответственно на той кафедре где я учился я продлевал сессию потому что я там ничего не покупал то есть ну нет были какие-то моменты но в целом я все сдавал сам да и возможности не было и и преподаватели такие были суровые вот и никогда продлевал сессию я приходила на спорт кафедр мне что рассказали к чему это все горе не что рассказали то что вот есть по моему парусный вид спорта который не включен в олимпийские виды спорта почему потому что большую часть деятельности спортивной там совершает там по моему лодка и ветер и также здесь совершает большую часть компьютер вот когда уровень игры такой бы что или манипулятор или сам человек будет большую часть совершать возможно это будет уже не мышка и клавиатура но это безусловно они когда-то заменятся то тогда киберспорт может попасть и в олимпийские виды спорта и вообще там выйти самый топ грандов там мировых видов спорта на уровне с футболом то есть к этому нужно стремиться а так ну что сказать призовые фонды растут это супер прям я рад за молодежь то что они могут в своем возрасте в нашей стране но с нашим там с нашими сложностями до мира в мировой политике экономики там вот добиваться чего-то своим умом ты мне завидуешь так нет а почему я завидую должен но плане доходов я им точно завидую а в плане того что в мое время этого не было я же говорю что но деньги не самое главное мы играли не за этим то есть ничего нет такого что сейчас лучше чем тогда кроме денег каков процент с того что ты когда-нибудь вернешься в киберспорт ноль процентов но это невозможное событие потому что ну ничто мне там не интересно и меня другой вид деятельности интересы тому те игра в покер там интересы со временем меняются ну тогда лет лет через десять там может быть поездка от не вероятно дисциплина там для стариков не ну да давайте ладно будем реалистами конечно же нуля вообще не бывает так что возьмем там один в периоде в каком не знаю ты можешь назвать себя счастливым человеком знаете вот меня когда спрашивают вот можно за себя счастливым там так далее тебя я не хочу ну мало раз спрашивали но у меня тоже это выбор в памяти выборочной памяти жены яркое событие когда-то я запомнил и вот то что она мне больше вопросов вызывает сама у себя я не хочу быть счастливым потому что счастье это мимолетное состояние которое толкает тебя в стагнацию то есть ты ничего не делаешь из тысячи среди муж там под пальмами лежать бутылка пива там играете вот я счастлив но слово говоря мир так устроен что те не даст это делать часто точнее долго он тебе даст насладиться этим а потом тебя ударит по голове скажет давай делай что-то создавая там развивайся там потому что он если вы подумайте что вот восприятие человек такой что когда у тебя все супер что-то происходит такое что тебя сбивает пути или наоборот когда ты вот много всего делал добивался старался в жизни и вот прям все плохо ничего не получилось ты говоришь ну за что мне все это я же все делал вот прям вот искренне добивался успеха и вот жизнь меняется как-то и становится что-то хорошее я не думаю что это восприятие человек я думаю что связано как раз другим уровнем развития который нам помогает и поэтому быть счастливым нужно стремиться быть счастливым и быть счастливым там каждый следующий день более счастливым чем вчера вот так вот я вижу это все а какие у тебя планы на жизнь в целом да не знаю сейчас вот с покером интерес такой что добиться там от успеха какой-то все вызовы вызов бросить то есть раньше как я играл играла сейчас я понял что ну я еще могу то есть я просто вот какие-то игры игра я понимаю вещи как как-то более глубоко чем понимать и и вот хочется дальше развиваться в этом направлении попробовать но по мере со силами с мировыми грандами то есть реально с очень сильными людьми как они мыслят как думают потому что покер безусловно самая сложная игра вот из всех что есть потому что там оптимальную стратегию не прочитать в безлимитном холдэйме поэтому она безгранична для развития человека значит только покер пока что да ну а как сказать точно что-то должно быть одно то есть но покер значит покер то есть но нельзя заниматься этими делами там играть в покер там и кататься профессионально там не за на водных лыжах там то есть 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 покер как вид деятельности там не знаю как для меня как спор как вызов там да есть досуг какой-то встречи с друзьями можешь какие-то там там развлечения то могу в доту там партию сыграть друзьями опять же то есть вот ну так как-то помогут там спортом позаниматься там там входи спортзал там мне вот хотелось бы узнать есть у тебя какая-то любимая цитата а любимая цитата туда можешь вспомнил что-нибудь она должна к чему относиться то есть ну вот что нужен пример какую тематику то есть ну или прямо просто любимая что книги и знаешь девиз твой по жизни а девиза нет девиза нет я просто как бы не знаю я просто чувствую жизнь что я живу и как ну вот развиваюсь по ходу а цитаты просто есть красивые есть смешные я могу посоветовать любому человеку прочитать статай франсуа дала рушу к он этот человек он словно мыслил на втором уровне мышления у него очень интересные цитату ларошу к он прям насыщенным там такими глубокими мыслями а любимая цитата ну не стата она была холодно как мороженое но также легко легко таяла ну просто смешная цитата такая и в то же время правдивый женщины связано что вот я помню занимался 6 лет айкидо сейчас я немного сделал сделал перерыв вот мне нужно походить спортзал поднабрать массу то у меня там был бы ломают вообще вот и типа у нас было несколько семинаров с таширо суга таширо суга это это мастер акидо там мирового класса он один из немногих последних кто занимался у еще у сиба марихея у сиба марихея всем известен по картинкам в интернете где такой старик с пальцем вверх что-то рассказывает да это это первый открыватель там скажем точнее тот то изобрел акидо вот и там у сиба точнее таширо суга такой очень серьезный мужик он нам много чего интересного рассказывал показывала ну и когда мы ударили подарки он говорил что типа ну шутка игры что женщины алкоголь самое прекрасное в жизни ну то что я к чему это говорю алкоголь то нет но алкоголь с друзьями может быть ну а женщина вот ну вот все это в принципе то ради чем мы живем то есть относительно то есть такие страсти наши в жизни поэтому этот стат с этим связано а так вообще я очень люблю всякие научные темы там вот про мир про мироздание я несколько тоже приводил до альберта эйнштейна вот но а вот моего любимого автора я озвучил так ну мы с тобой уже потихоньку будем завершать но скажи напоследок хотелось бы тебе прожить свою жизнь повторно да безусловно да я я знаешь даже если я знаю даже боялся что и если вы не вернули в прошлое как же я хоть что-то стрелял людям я просто боялся приходил вовку и просто я не стал бы тем ну кем я встала и не получил бы тех друзей не приходилось с ними знакомятся каких других ситуаций в жизни то есть понимаешь я просто небне представлю то есть кем я был как у меня сюда получалось это просто ну невероятно знаешь вот классной цитата вот классной цитаты вот фан saved просила был фильм авиатор и там толик трейлеру фильма там такой был слоган он был слишком молод чтобы поверить в невозможное вот смысл в этом то что ты просто во что-то веришь и идешь к этому и и тебе случайности благоволят вот так куда то есть я нет я я не хочу меня возвращать я мог знаешь верни меня на 10 лет назад я бы там стал там великим игроком в покер может быть там боролся с филом айви да но не надо то есть это того не стоит я еще не настолько стар я не сдался в плане покера ну а то такое у меня повторить не получится то есть ты бы не хотел заново пройти весь свой например киберспортивный путь ну а как пройти если ты это знаешь что это уже было это уже не интересно если ты не знаешь а если ты не знаешь но так а я прохожу может быть какой-то другой вселенной бесчисленное количество раз там кон черный дыре знаешь там то есть я их прохожу продажу эти пути там вон у я и это мои воспоминания здесь моей коробки коробочки которые наушники через которые с тобой разговариваю то есть если бы ты не помнил ты бы согласилась ну конечно да может быть у тебя есть какая-то мечта мечта не знаю вот ну мечты все должны связаны быть какой-то страстью с видом деятельности где ты борешься вот прям вот ну сейчас может быть с покером она связана но таких уже не тот знаете вот с возрастом ты как-то больше идешь в словах там просто появляется больше каких-то дел по жизни то есть ты уже не такой безопотный с другой стороны есть отличный фильм самый быстрый диан там где энтони хопкинс играет и у него мечта там какие-то 70 80 лет там прокатиться на самом быстром мотоцикле поэтому такие вещи такие фильмы мотивируют и да я еще могу там чего добиться в покере я буду бороться там и может быть меня получится пусть это будет мечтой потому что так я за мир во всем мире вот так вот ну что ж спасибо тебе большое что ты согласился записаться я уверен многим это будет интересно и даже полезно послушать да большое спасибо тебе было интересно окунуться с нового вспоминания но и счастливо всего доброго пока а Продолжение следует...